Итак, всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать о ограничении, которые ввели для россиян в IT-сфере. Итак, поехали! Ну, во-первых, я буду рассказывать именно о тех, которые лично коснулись меня и которые мне кажутся важными, да, именно в той IT-сфере, которую я заметил. Так, поехали! Первое — это AVG. Ну, почему-то я решил, вспомнил про AVG, просто у меня установлена платная версия AVG, и сейчас скачать бесплатную версию нельзя с официального сайта AVG, говорят о том, что, ну, короче, проблемы, нельзя скачать, но зато можно скачать через сайт КомСС, у меня есть на канале, просто идите на КомСС, наберите скачать AVG бесплатную версию, официальную версию можете скачать, никаких проблем с этим нет. Друзья, второе — это то, что скачать теперь Windows 10, и, короче, скачать Windows 10 без VPN вообще невозможно, да, с официального сайта Microsoft, и Windows 11, ну, короче, с Windows 11 немного полегче, там скачать Windows 11 можно только основное приложение для создания загрузочной флешки, либо скачивания образа Windows 11, что, кстати, важно, ну, а вот скачать образ и, значит, программу по установке Windows 11 вы не можете, да, ну, опять же, под VPN все это работает. Соответственно, друзья, ну, вот почему-то я вспомнил об этом, да, что геймлофт ушел, и теперь в Google Play нельзя скачать асфальт, скажем, мне нравилась эта игрушка, заметил, это когда надо было установить на планшет, вот, который здесь лежит всеми под пятый, значит, эту игру, асфальт, какой там девятый, что ли, последний, и не получилось это сделать. Друзья, следующее, как бы это не было удивительно, но в Steam, вот я сейчас зашел в Steam, нажал, значит, ну, может, купить, можно игрушку, да, и попробовал, и там была надпись, короче, данным способом я все способы перепробовал, даже через карту Мир, через PayPal, там было написано, что нельзя оплатить товар, значит, данным способом, не знаю, может, это санкции, не санкции, но я думаю, что это ограничения. Ну, и не надо, друзья, зачем? Наша игра Dota и CS, они бесплатные, их не надо покупать. Так, друзья, следующее, это то, что программа предварительной оценки Windows теперь больше не работает для России, но и не надо, друзья, зачем будем, и мы и так особо не сидим, там можно просто было, значит, установить бета-версию, если коротко, Windows, и, соответственно, посмотреть какие-то новые фишки, а новых фишек там почти нет, зато есть глюки, если вы на канале, допустим, не Do, не Bet, я уже забыл, как бы, Preview, вот, на канале Preview не устанавливаете, там ужасно. Значит, друзья, дальше, это, значит, обновление, значит, это то, ну, это, это слух, да, я не знаю, подтвердится, что Bloomberg еще когда-то, я не знаю, там, полмесяца назад заявил о том, что, возможно, для наших корпораций будет отключено обновление Windows, но, опять же, напомню, что вот эти обновления Windows, да, это самое важное, самые главные санкции это отключение обновления, это самое опасное, и вот говорят, что наши корпорации отключат, но, опять же, это не точно, пока компания Microsoft вообще не комментирует, даже вот эту вот установку Windows 10, есть Windows 11, да, точнее, программы для скачивания, либо образ с их официального сайта, они никак это не комментируют вообще, такое ощущение, как будто кто-то толкает, давайте ограничивайте хоть как-то, и они делают хоть что-то, но, на самом деле, сами не говорят желаю, у меня такой склад впечатления. Друзья, дальше, значит, ну, удалили все наши приложения Сбер, ВТБ, там, и другие приложения, там, и против кого санкции введены из Google Play, да, но вместо этого, опять же, значит, пришли наши, да, ну, теперь скачать все равно обновления, никаких проблем нет, скачать обновления для, значит, любого ВТБ онлайн, либо Сбера онлайн, ну, вообще нет. Друзья, ну, есть и хорошие, давайте поговорим и о хороших, ну, если что, мы только ограничения к санкциях. Ну, допустим, бесплатные, значит, приложения, они до сих пор действуют, до сих пор никаких проблем нет, то есть, по Интнет можно скачать без проблем. Значит, Убунту можно скачать без проблем, вообще, я это делал, в основном, буквально несколько дней назад, постоянно проверяю, все, можно скачивать, последняя версия 22.04 Убунту. Друзья, что касается Пентнета тоже, я очень люблю это приложение, все свои обложки прежде делаю в них. Epic Games Store тоже, друзья, можно получать бесплатные игры, ничего не покупая, просто ждете там две недели или неделю, и выходит новая игра, вы ее просто берете бесплатно. Посмотрите, какая там последняя игра, типа Analog Collect for Dead. Друзья, так что есть как плохие и хорошие, ну, допустим, мастер-карты Visa ушли, зато появилась Visa, и Visa, в общем-то, можно я уже это показывал, что, несмотря на то, что на Алике, на Алиэкспрессе теперь нельзя покупать. Ну, вот я Mi Band 7, да, нельзя покупать через Visa, мастер-карты, да, но я Mi Band 7 себе на Алике купил через, значит, просто приложение Мир, о, не приложение, а карту Мир, ты оформил ее вообще в цифровом виде, через приложение ВТБ, и все работает, все нормально. Друзья, вот как-то так, естественно, что-то умолчал, что-то забыл, что-то естественное, это естественно абсолютно, но рассказал о основных своих переживаниях, и, в общем-то, их нет. Жалко, конечно, АВГ, не знаю вообще, как мне оплачивать следующий год подписки антивируса платного, и что будет тоже, ну, не знаю, надеюсь, что все будет хорошо. Друзья, вот, собственно, и все. Вот такие вот новости, вот такие я вспомнил, заметил, такие у меня, как бы, мне запомнились именно, потому что, скорее всего, их гораздо больше, ну, вот, как-то так. Друзья, и насколько они ощущаются, эти санкции, да, в общем-то, не особо, если так быть честным. Вот, собственно, и все, надеюсь, вам видео было полезным. Ссылка, как всегда, в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.